Огромная детская площадка, настоящий игровой городок, рядом с домом 270 по проспекту Кирова. Летом здесь не смолкает смех, ребята приходят со всех окрестных домов. Родители радуются, площадка украшения микрорайона. Один минус, проходящая рядом дорога. Местные жители прозвали ее Малая Кирова. В часы пик внутриквартальный проезд представляет опасность для малышей. Хотя бы лежачий полицейский поставить или ограничение по движению машин, потому что она идет параллельно на проспекту Кирова. А если на проспекте Кирова пробка, все, они куда заворачивают? На нашу дорогу. И идут так, как по трассе. Внутриквартальные дороги в микрорайоне Воронежские озера – одна из основных проблемных тем. Только в большинстве дворов ситуация противоположная. Дороги здесь лет по 40 не ремонтировали. И проехать, и пройти получается с трудом. Проблему озвучили на встрече проекта на связи с губернатором. В общественный совет микрорайона вошли самые активные жители. Поэтому проблемы, волнующие соседей, знают. И уже делают все, чтобы решить их в ближайшее время. Нам необходимо провести благоустройство конкретно по ремонту внутриквартальных дорог. У нас есть на 2015 год более 9 адресов, где внутриквартальные дороги в этом году будут ремонтироваться. Вторая задача, о которой жители этого микрорайона волнуют, – это одноименный наш парк Воронежские озера. По нему тоже достаточно много уже сделано. Знаменитый парк Воронежские озера планируют привести в порядок в течение двух лет. Благоустройство будет комплексным. Среди других вопросов, которые возьмут в работу, – еще и обрезка старых деревьев, которым по полвека. И явный избыток машин во дворах. Владельцы ставят их и на газоны, и прямо перед входом в подъезд. Даже у некоторых есть свои гаражи, все равно ставят здесь, потому что выходят, и чтобы сел, и поехал. Даже около двери ставят. Просто нужно кто-то, должен за это взяться, чтобы был порядок. Жители предлагают таких некультурных автомобилистов наказывать с рублем. Вообще, в общественный совет микрорайона самарцы идут не только с жалобами, но и с идеями, предложениями. Жители здесь слышат и работать готовы сообща. Реформа местного самоуправления в Самаре стала действенным инструментом, который на деле приблизил власть к народу. И как следствие, на повестке дня вопросы, решения которых жители ждали годами, а теперь все надеются сделать в ближайшем будущем. Марина Кравцова, Константин Головин, События.